Лето считается лучшей порой, чтобы отдохнуть от работы. Однако отпуск нужно проводить с умом, уверены эксперты. В первую очередь необходимо брать для отдыха минимум 14 дней. Ведь только чтобы переключиться с трудовых будней, мозгу требуется около недели. Не помешает сменить и окружающий фон. То есть у нас мозг привыкает работать в одном режиме. А нам ему нужно давать возможность работать еще и в другом. Тогда он расслабляется. Поэтому если ты расслаблялся, то ты должен поактивничать. Если ты, наоборот, активничал, то ты должен расслабиться. Если советом пренебречь, то мозг и тело могут просто не почувствовать себя отдохнувшими. Как следствие, выделение гормонов счастья не нормализуется. Однако секрет хорошо проведенного отпуска касается не только смены деятельности, но и всего образа жизни. Наш организм перестраивается. Он не готов к такой жаркой погоде. И он требует для тебя именно то, что ему нужно. Ему нужна более легкая калорийная пища. Ему нужна больше жидкости. Ему нужно тепло. Отпуск – это наилучшее время приобрести новые привычки. К примеру, спортивные. Способствует этому витамин D, который мы получаем от солнечных лучей. Он положительно влияет на гормоны счастья, поэтому энергии и мотивации появляется больше. Кстати, отказ от плохого в отпускной период тоже осуществляется в разы проще. Сможете вы бросить, курить или нет – это ваша сила воли. Но в два-три раза уменьшить количество выкуренных сигарет. Как правило, если вы проанализируете себя и своих курящих друзей, то, как правило, за время отпуска они все курят значительно меньше, потому что стресса нет. А чтобы после отпуска не растерять приобретенные привычки, необходимо ставить для себя дальнейшие цели в этом направлении. И тогда за время отдыха перезагрузится не только тело, но и мышление. В любом случае, медики советуют не пренебрегать отдыхом. И один, а то и пару раз в год обязательно отвлекаться от работы. Иначе можно поплатиться полнейшим выгоранием и заработать проблемы со здоровьем. Данил Кузенцов, Владислав Ковалев. День с толком. День с толком.